Девушки отдыхают Девушки отдыхают Это дело началось в конце 90-х годов. Жители подмосковной Барвихи позвонили в местное отделение милиции с просьбой принять меры к гражданину, который терроризировал их постоянными радиообращениями к народу. Приехавший милицейский наряд обнаружил по указанному адресу человека с признаками жизни. Человек называл себя Борисом Е и утверждал, что он президент России. Через несколько дней из компетентных органов пришло подтверждение. До переезда в столицу Борис Е действительно возглавлял Свердловскую группировку, а в последние годы разводит чиновников в Москве. При обыске на его квартире был обнаружен портрет самого Е, конституция с красной кнопкой внутри и список с фамилиями будущих президентов России. Большая часть фамилий в списке была уже зачеркнута. Что это за фамилия? О, тут значит все по-русски написано. Будущие президенты России. Не то слово. Следствие возглавил один из опытнейших следователей. В связи с результатами обыска было принято решение установить за объектом наружное наблюдение. Однако наружу объект почти не выходил. Вскоре наблюдение показало, связь с внешним миром Борис Е поддерживает через некоего Якушкина. Но сам Якушкин на связь с внешним миром тоже не выходит. В результате оперативных действий сотрудникам органов удалось установить личность человека, через которого Борис Е контактировал с внешним миром раньше, некоего Сергея. По показаниям свидетелей, Сергей съехал от Бориса Е еще в прошлом году, уйдя от него к некоему Юрию Эл. Адрес Юрия Эл долгое время был неизвестен следствию. Известно было только, что по субботам его видят на стройках, а по вторникам он сидит, лицом к городу. На этом ниточка обрывалась. Вскоре, однако, следствию удалось установить, что Борис Е часто общается по телефону с некой Светланой, которая занимается недвижимостью и открытием счетов за рубежом. Разработка Светланы показала, что ее зовут Татьяна. Оперативный агент Рыжий, внедренный в РАО ЕС, сообщил, что в последнее время Татьяна Светлана активно контактирует с неким Романом А, владельцем крупной нефтяной компании. Номер Романа А был найден и в телефонной книжке Татьяны, но долгое время следствие не располагало даже его фотографией. Поиски Романа А среди нефтяников не дали результатов, но по косвенным описаниям был составлен его фоторобот, благодаря которому вскоре были задержаны Юмашев, Юдашкин и еще 23 человека. Тем временем графологическая экспертиза показала, что список будущих президентов, найденный в Барвихе у Бориса Е, написан не его рукой. Следствие начало разработку людей, упомянутых в списке, но оказалось, что у многих из них алиби, потому что они не умеют писать. Провалилась и версия о виновности некоего Виктора Степановича, в прошлом руководитель, а ныне человек без определенных занятий он охотно давал показания, но перевести их на русский язык никому не удавалось. Списки? Какие списки? Где они, а где кто? Почему? Где вы раньше были, списки? Не надо, так эти дела не делаются. А что касается того, то я сам, и никому не будет. Вскоре, однако, графологам удалось найти человека, почерк которого был полностью идентичен почерку, обнаруженному в Барвихе. Это был не Виктор Степанович, а Борис Б, предприниматель. Однако, как стало известно следствию, в прошлом этот человек занимал высокий государственный пост по линии международной интеграции. За ним было установлено наружное наблюдение, в процессе которого выяснилось, что Борис Б за всеми наблюдает сам, в том числе и за Татьяной, которая под именем Светланы занималась открытием счетов для Бориса Е. Круг замкнулся. Разработка Бориса Б вывела следствие на некоего Александра Ивановича, генерала в отставке, проживающего в Красноярском крае. Его имя также фигурировало в списке будущих президентов России. Потом было вычеркнуто, потом вписано снова и снова вычеркнуто. На допросе Александр Иванович показал, что в настоящий момент не знает никакого Бориса Б, а всех остальных вообще видел в гробу. На вопрос, как его фамилия могла попасть в список, найденный на даче у гражданина Е, за тысячи километров от Енисея, Александр Иванович отвечал, что видел в гробу и гражданина Е, и его дачу. Своё пребывание в Красноярском крае генерал объяснил своей невостребованностью в Барвихе и проснувшимся интересом к металлургии. Давно хотел помочь простым сибирским металлургам. Тонна глиносема сколько стоят, знаешь? Не знаю. Тебе и не надо. Подробности дела знал бывший друг генерала, некто Анатолий Быков, но он находился в федеральном розыске по списку ЛДПР. Ниточка опять оборвалась. Незадолго до того, как следствие вышло на следы романа А, независимый российский прокурор Юрий С. получил тайное сообщение из Швейцарии о том, что там найдены банковские счета, принадлежащие семье гражданина Е. Чтобы глубже законспирировать расследование дела о найденных счетах, независимый прокурор Юрий С. был вынужден пойти на риск. Он нашел человека, похожего на себя, научил его картавить и отправил к проституткам. А сам тайно полетел в Швейцарию. Опасения прокурора были не напрасны. По возвращении в Москву кто-то выследил его и ударил по голове бордюжей. Прокурор Юрий С. надолго потерял речь и слег в больницу, откуда вышел довольно отстраненным. После этого он уже не мог работать, но говорил свободно, хотя все время одно и то же. Я знал обо всем давно и сказал далеко не все, что знаю. Я знаю гораздо больше, но пока не скажу. Товарищи по прокуратуре понимали, что с их бывшим товарищем происходит что-то странное, и за ним установили наружное наблюдение. И это дало результат. Спустя месяц бывшего прокурора увидели выходящим из здания в центре Москвы, где под руководством некоего Егора Семеновича С. проходила сходка региональных авторитетов в законе, известная как Совет Федерации. Региональные авторитеты решили использовать прокурора, находящегося в тяжелом состоянии после бордюжи, против Бориса Е. За этим занятием их всех застала война с ваххабидами. В разгар войны следствие было поставлено в тупик неожиданным происшествиям. Через сливной бачок, расположенный в редакции демократической молодежной газеты, принадлежащей бывшему секретарю райкома ВЛКСМ, была слита прямо в народ расшифровка некоего телефонного разговора. Разговор был прослушан в компетентных органах 18 раз, и с каждым разом было все меньше понятно, о чем идет речь. Алло, алло, Борис, Борис, дорогой, это я. Казбек, дорогой, здравствуй. Борис, о чем мы с тобой договаривались? Про две с половиной единицы. Пускай лучше будет три. Что, 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 что? Пускай три будет единицы. Как это, Казбек, как это? Одна, одна, еще одна. Почему, Казбек, почему три, когда всегда было две с половиной? Объясняю, Борис. Три больше, чем две с половиной. Клянусь Аллахом, на пол единицы больше. Спроси у Бадрика. Пока одна группа следователей занималась расшифровкой перехваченного разговора, другой группе неожиданно удалось выйти на след пропавшего Романа А. Случилось это при необычных обстоятельствах. В середине сентября в одну из московских больниц был доставлен с выкрученными руками президент нефтяной компании «Транснефть». Он утверждал, что руки ему выкручивал именно Роман А. Скажите, кроме выкручивания рук, было ли между вами что-нибудь еще? Да. Когда он выкручивал мне руки, я сопротивлялся, и он пообещал свернуть мне шею и оторвать этим. Ну, вы меня понимаете, оторвал. Мне тяжело об этом говорить. По свежим следам выяснилось, в нападении на президента «Транснефти», кроме Романа А. и трехсот бойцов ОМОНа, принимал участие некто Калюжный. Очная ставка Калюжного с семафором вывела следствие на след некоего железнодорожника, также принимавшего участие в разбое. Расследование показало, железнодорожника звали Николай Емельянович, и по совместительству в свободное от железных дорог время он любил заниматься нефтью на высоком государственном посту. Следствие заинтересовалось, почему он занимается нефтью на высоком государственном посту. Были изучены документы, связанные с его назначением на этот пост, и здесь опергруппу ожидало настоящее открытие. На бумагах были найдены отпечатки пальцев человека, который давал их на подпись гражданину Е, считающему себя президентом России. Дактилоскопическая экспертиза подтвердила, отпечатки принадлежат предпринимателю Борису Б. Круг опять замкнулся, и теперь следствию предстояло решить последнюю загадку. При дополнительном обыске на квартире Бориса Б. было найдено несколько авиабилетов на его имя на 9 июля 2000 года, одновременно в разные стороны света. На чердаке найдена была также восковая фигурка пожилого человека, проткнутая спицами. Следствию удалось установить, что фигурка изображает некоего Евгения Максимовича, в прошлом востоковеда. На вопросы следствия сам Евгений Максимович отвечал на армянском, грузинском и арабском, в результате чего так и не удалось установить, собирается ли он становиться президентом России. При обыске на его квартире была обнаружена восковая фигурка предпринимателя Бориса Б., проткнутая спицами. Оставалась последняя фамилия, незачеркнутая в списке будущих президентов России. Некто Владимир П., в прошлом чекист. Ориентировки с его портретами были развешаны в метро, но это не дало результатов. Следствию стало ясно. П. не ездит в метро, и искать его надо в другом месте. Вскоре в отделении милиции раздался анонимный звонок. Звонивший утверждал, что видел человека, похожего на Владимира П., выходящего из Кремля. На место срочно выехала опергруппа. При задержании П. пытался отвлечь сотрудников милиции требованием задавить гадину на корню. Но на допросе в отделении милиции признал, что это была учебная тревога. Владимир П. признался и в том, что действительно собирается стать президентом России. Круг замкнулся окончательно. Так, благодаря блестящей операции наших органов, стало ясно, что ничего изменить нельзя. Уже после того, как программа пошла в эфир, на территории Российской Федерации был проведен еще один обыск, во время которого был обнаружен таймер с проводами, идущими в разные регионы страны, и обратным отсчетом времени от 9 июля 2000 года. Продолжение следует...